осознание задумывались ли вы что такое сон насколько он важен для жизни и может ли он дать что-то больше чем просто отдых от беспокойного дня как говорят сомнологи ученые изучающие состояние сна сон это своеобразное зеркало которое реагирует на все происходящее в нашей жизни прошлое настоящее и будущее во сне можно увидеть события которые еще не произошли и иногда на них можно повлиять а сегодня мы расскажем как научиться управлять своими сновидениями о том что сон чудесное явление способное приоткрыть завесу над тайнами бытия люди знали в глубокой древности недаром толкователи снов сопровождали полководцев во время военных походов во времена римской империи некоторые сны даже становились предметом судебных разбирательств известно множество случаев когда людям искусство и науки их лучшие идеи и даже великие открытия приходили во сне и таких примеров множество как достичь откровения во сне первое с чего необходимо начать это обеспечить себе здоровый сон если вы долго не можете заснуть измученный бессонницей организм просто как говорится вырубается мозг погружается в лихорадочный сон в котором если и придут какие-то ценные мысли вы их просто не запомните а на утро будете чувствовать себя как будто и не ложились или даже хуже нужно помнить о важнейших правилах сна наилучшее время для засыпания промежуток с 9 до 11 часов вечера за несколько часов до сна не стоит принимать пищу наиболее правильные врачи считают позу на спине а самой вредной на животе часто говорят о том что лучше всего человек восстанавливается когда спит в позе эмбриона недаром она заложена самой природой проветривание помещения перед сном или постоянный приток воздуха снижение температуры в комнате на несколько градусов благотворно сказывается на качестве сна а если и это не помогает попробуйте методики быстрого погружения в сон вот только некоторые из них первое метод засыпания применяемый в спецназе бойцам часто тяжело заснуть из-за окружающей ситуации военных действий поэтому они закрывают глаза и закатывают их наверх это обычное состояние яблок во время сна поэтому организм просто принимает сигнал и расслабляет свое тело второе чаще всего нам мешают заснуть собственные мысли не всегда приятные и мышечное напряжение существуют различные приемы позволяющие остановить хоровод мыслей в голове например визуализация представьте себя дремлющим на пляже под плеск волн чем детальнее картинка тем быстрее вы окажетесь в царстве морфея другой прием аутотренинг мои веки тяжелеют я засыпаю попробуйте прогнать события уходящего дня в обратном порядке или пофантазировать и рассказать себе сказку на ночь 3 сосредоточьтесь на собственном дыхании глубокий вдох через нос в течение четырех секунд задержка дыхания на 7 секунд и медленный выдох ртом в течение 8 секунд благодаря этому упражнению вы успокоитесь а во время подсчета секунд вам будет некогда думать о чем-то еще четвертое мысленно благодарите уходящий день кому или чему вы сегодня благодарны с точки зрения позитивной психологии выражение благодарности укрепляет межличностные отношения и отлично мотивирует засыпая с хорошими мыслями вы настраиваете себя на продолжение цепочки добра завтра есть ты хочешь уснуть научиться засыпать засыпать осознанно нужно научиться вот этот внутренний диалог от него дистанцироваться отключаться то есть гасить вот эту активность и вот это вот состояние безмолвия на позволяет тебе погрузиться и ты начинаешь входить в контакт с видеорядом который разворачивается до внутри начинают картинки появляться и в какой-то момент тебя просто может то есть ты можешь привязаться и тебя унесет сон 5 иногда мы не можем заснуть из-за какого-нибудь пустяка вроде химозного запаха от постельного белья но в науке сна мелочей не бывает избавьтесь от лишних запахов используйте специальные свечи или лампу с эфирными маслами чтобы наполнить спальню убаюкивающим ароматом лаванды 6 обратите внимание на положение тела в котором обычно просыпаетесь лягте так в следующий раз когда не сможете заснуть 7 читайте обращение на ночь к своим предкам и к божественным силам которые близки вам иногда спящий человек может понимать что он находится во сне такое состояние называется осознанное сновидение если посмотреть осознанное сновидение то это состояние в котором мы спим и мы понимаем что мы спим то есть по факту вот та реальность которая начнется окружать с точки зрения чувственного восприятия на не отлично от сна что бывают сны которые очень реальные да ты как бы спишь у тебя даже сомнений не возникает в том что это сон и осознанное сновидение означает я сплю и я понял что это сон если я понял что это сон то я выхожу за пределы обычных обычных своих стереотипных реакций потому что в тонком мире действуют другие законы осознанное сновидение измененное состояние сознания при котором человек осознает что видит сон и может управлять им и его содержание термин осознанное сновидение был введен голландским психиатром и писателем фредериком ван эденом осознанные сновидения могут начинаться либо в течение обычного сна когда спящий со временем осознает что спит либо непосредственно из состояния бодрствования без временной потери осознанности обычные законы привычные не действует можешь ходить через стены можешь летать можешь объекты материализовать можешь по своему желанию в любом месте оказаться просто правильно направив сфокусировав свое внимание свое сознание в осознанном сновидении возможно смоделировать ситуацию кажущиеся невозможной в обычной жизни главное осознанно понимать что при этом вы можете притянуть ее в свою реальную жизнь научившись уверенному управлению действиями и событиями в осознанном сновидении например летать во сне вместо падения изменять сюжетную линию схожих типовых и повторяющихся снов сновидец может обрести ощущение уверенности в своей повседневной жизни и в том числе избавиться от некоторых страхов или фобий можно во сне давать задание совершить какую-то творческую работу то есть если вы человек скажем так творческие человек искусства вы можете во сне писать сценарии книги решать какие-то творческие задачи это тоже все возможно для того чтобы научиться управлять сном нужно сначала осознать себя во сне а для этого необходима практика срок ее зависит от методики и личностных данных от недели до нескольких месяцев после начала практики в процессе перехода от бодрствования к осознанному сну практикующий может испытывать изменения восприятия собственных ощущений изменения звуков чувства времени ощущения тела и другое самым эффективным способом является симуляция тактильных и вестибулярных ощущений потереть воображаемые руки друг от друга представить себя вращающимся вокруг оси также эффективна практика ритуалов и самовнушение например написать на бумаге сегодня ночью я осознаю себя во сне и положить листок под подушку осознанное сновидение это результат осознанного бодрствования самое главное в обучении есть такая иллюзия что нужна внешняя форма нужны как бы инструкции нужна техника дайте мне конкретную технику но по факту мы должны понимать сам принцип основополагающий который технику рождает и принцип очень простой это осознанное сильное желание основной вопрос который возникает у человека желающего проснуться во сне это как я пойму что это сон получить на него ответ возможно берешь текст начинаешь читать во сне если это осознанное сновидение 95 процентов сновидений они будут пресс таким образом у тебя текст будет меняться цену читаешь у тебя текст плывет или смотришь на часы вот электронные часы тогда были когда я сновидел и там время может прыгнуть сможете 37 потом раз 13 61 1389 ты понимаешь что но она очень такая подвижная или ты можешь какой-то объект например материализовать как проверка до сфокусировать свое внимание что представляешь у меня в руки яблоко и если ты как бы вспоминаешь впечатление о том как ты держишь яблоко в руках какой она на ощупь да как она пахнет то в осознанном виде у тебя просто яблоко в руках появится поэтому есть проверки и надо для себя самое простое это чтение открыл сотовый телефон и смотришь как бы проверяешь да или например там надавил на какой-то объект если ты во сне то у тебя рука провалится через усилие поэтому ставишь себе стандарт например я в течение 10 дней сто раз на дню буду проверять во сне или не во сне и через какое-то время у всех людей это по-разному происходит критическая масса вот это осознанного намерения когда накопится тебя перещел гнет и ты осознаешь себя во сне это вопрос усилий целенаправленных и системной практики проверка реальности может осуществляться и другими методами например можно попробовать подпрыгнуть до небес в реальности такое не получится а вот во сне запросто попробовать дышать через нос заткнув его попробовать вспомнить что происходило 10 минут назад так называемая ментальная проверка реальности во сне вы скорее всего ничего не сможете вспомнить через сны на явный мир приглашаем вас получить ответы на эти вопросы в нашей онлайн школе на бесплатном вебинаре азы осознанных сновидений от преподавателя и духовных практик андрея ивашка трансляция пройдет уже в эту среду в 19 часов по москве вам будут предоставлены методики для развития способности видеть вещи и сны и их правильной интерпретации регистрируйтесь на вебинар по ссылке в описании этого ролика участие не требует оплаты скоро на нашем